Парни, хотели сказать огромное вам спасибо за поддержку нашего канала. Нас от этого реально шарашит, даже бы в слов связать не можем. Прям вообще не ожидали такого прироста, это очень приятно. И решили выпускать по две серии в неделю. По вторникам у нас будет техническая часть, будем рассказывать определенные подробности по тем или иным автомобилям, рассказывать всякие лайфхаки, как можно обслужить автомобиль недорого, при этом качественно. А по четвергам так же все остается в режиме влога. Оставляйте самые интересующие вас вопросы в комментариях. Комментарии, которые наберут больше всего лайков, будут рассмотрены и отвечены в следующей серии. Мы прислушиваемся к вашему мнению, в скором времени купим стабилизатор, чтобы картинка была максимально качественной. Короче, можно в принципе чай успеть попить. Илкин, для тебя больше 80 не едем. Комфортная машина. Она реально просто для комфорта, на ней не надо ехать быстро. Я тебе честно скажу, я на ней даже больше 60 не хочу ехать. Едешь просто обалдеешь и все. Вот мне, как спокойному водителю, эта тачка по кайфу. И единственное, что мне не нравится, это расход. Я был бы с ним готов смириться, если бы она ехала как-нибудь. Иногда себя порадовать динамикой, но нет. Хочешь сказать, реально, расход всегда отрицатник? Нет, подо мной, я думаю, что будет типа литров 17-18 в городе, потому что я спокойно езжу. А так, ну да. Для тех, кто их покупает, я думаю, что отрицатник. Потому что, ну, я реально замечаю, что они довольно-таки динамично в потоке передвигаются. Собственно, что по Бентли? По Бентли сейчас сняли бампер. Идет его полное восстановление. Там прилетел кусок. Сереге очень сильно повезло, что не задело шланги. Судя по всему, это... Блин, что за радик-то? Какой-то из радиаторов, даже сейчас не могу сходу сказать. Сразу понятно, что надо будет чистить кульки. Надо будет пробивать радиаторы. Потому что для Бентли это больная вещь. Вот, собственно, сейчас начнем принимать бампер в работу. Пару дней слепим, потому что новый бампер стоит 170 тысяч. И основной вопрос, что его ждать, типа, месяц. БУшку брать, дело сомнительное. Сейчас пойдем посмотрим, что по бамперу. Сделал ли Антоха что-нибудь или нет. Вот, также у нас Каен приехал в работу. Очередная Жига БВТ. Очередная Волга БВТ. В общем, ребят, сейчас еще осуществляем кузовной ремонт. Вот, поэтому приезжайте. Поможем, если надо слепить обвес. Парни вам слепят все в лучшем виде. Опять-таки, Волга. А вот и православные автомобили. Да, вчера, походу, до ночи работали. В цеху грязновато. А где бампер? А, ну за бампер пока еще не взялись. Антоха сегодня начнет лепить. Вот, собственно, что произошло. А произошло, то, что Серега ехал. Из-под машины вылетел то ли камень, то ли какой-то инородный предмет. И просто раздолбал бампер. Суровая, беспощадная русская дорога. Хром восстанавливать надо будет еще. Либо закажем комплект хромированных накладок. Кстати, вопрос. Вопрос к нашим подписчикам. Что бы вы купили за, ну, примерно 6 миллионов рублей? Квартиру или Lexus? Ответьте, пожалуйста, в комментариях. Перевырежешь, что ли? Теперь, да, потому что он нормально расположен. На что ты надеешься, сидя в этих хачках? На светлое будущее нашей необъятной родины. Пластилин пришел. Завезай Ютуба, иди сюда. Слышь, у меня здесь земляк приехал. Парень смотрит на Ютубе. Все, камеру я отжал. Дай мне печать. В смысле, камеру ты отжал? Как ты отжал камеру? Так, взял и отжал. Печать в машине. Мне нужно печать. Очень срочно. Тебе что распечатать? Какую часть тела? Это в твоих же интересах. Давай, какую часть тела распечатать? В смысле, сколько это не в эту кладушку? Это мы с тобой обсудим. Я надеюсь, что там много нулей. Не меньше 40. После какой-то красной цифры, а не до какой-то красной цифры. Я знаешь, как ты на Ютубе денег заработал? 24 цента. Расскажи, как мне вывезти 24 цента. Успех где-то рядом. Давно блогера. Старый, на, снимай. Это заразная херня. Что, он оплачивает, да? Я хочу, пойдем до машины. Или он на расписку пишет? Да, расписка. Ага, понял. Это все, то есть печать не нужна теперь? Нужна. И зачем пришел, я вообще понять не могу. Падшая женщина. Давайте уезжайте уже, нам нужен кадр. Стильно, модно, молодежно. Дай самокатик пока. Итак, пока поехали тестировать Бентли после чипа, Гаврилович решил заняться серьезным делом. Гаврилович, у меня возникла идея. Давай самокат чипанем. Ты на стен поехал? Ни хера ты педант. Я он грязный. Давай я тебе помогу. Нет, держи ее. Держи крепко, блядь. Давай. Да я-то даю. Ты не держишь. Я держу. Блядь. Говорила мама, не общайся с айтишниками. Они на самокатах катаются. О, у тебя даже стильная наклеечка есть, да? Хотя бы снимаешь, и то неплохо. Да. Даже вроде в кадр попадаю. Что мы делали с Лексусом? Мы изначально помыли его двухпазм. То есть бесконтактная мойка. Дальше мойка с широкопористой губкой, дабы не поцарапать кузов окончательно уже убитый. Далее бесконтактное обезжиривание и удаление отложений битума. Далее машина была очищена глиной для того, чтобы удалить желтые вкрапления на белом кузове, которые идут от колодок и оставляют такие неприятные следы. И в дальнейшем, чтобы при полировке кузов был идеально чистый. Контрольный осмотр автомобиля произведен был. Выявление самых тяжелых мест, там, где товарищ Илкин притерся, нарезал что-то и так далее, покоцал. Замаскированы были места, которые не полируются. То есть это хром, резиновые вставки и так далее. И подбиралась комбинация по полировке. Полировали, значит, мехом на 400-й Минзерне, где-то Минзерне на 300-й, также с мехом. Паралон, Магуайрс, Кокнер 5-й. Ну, скажем так, все рабочие пасты. Финишный проход был выполнен на машинке Рупис двухходовой, Марк 2, 15-й. Контрольный финишный осмотр, мойка автомобиля, протирка, скажем так, ну, очистка окончательно из-за пропиловым спиртом, чтобы не осталось на поверхности лакашного покрытия остатков пасты. Нанесение двух слоев кормического покрытия с интервалом высушки 2 часа. Керамику наносили Утро Технологис. Хороший продукт, который переплюнул уже большинство существующих на рынке. Продукт входит смело, год используется, то есть в течение года у нас будет насыщенный гидрофобный эффект, блеск автомобиля, защита от пищевого помета, который заставляет летом большие-большие неудобства, поскольку он едател, лакашное покрытие остает такое пятно, бельмо. На белых машинах не видно, но черные машины очень сильно страдают. Оно спасает от некачественных моек. В каком плане? Все мы знаем, что мойки у нас далеко-далеко не самые лучшие. В Санкт-Петербурге там можно по пальцам в одной руке перечесть качественные мойки, используется дешевая химия. Дешевая химия гробит лакашное покрытие за счет высокого щелочного пааша. А вторая проблема – это грязные тряпки мойщиков при сушке, которые, в принципе, и царапают ваши автомобили. Соответственно, керамическое покрытие позволяет минимизировать повреждения после всех этих процедур, ну а лучше вообще после нанесения керамики на машину обслуживаться в хороших центрах. Мы своим клиентам обязательно сообщаем, рекомендуем. У нас есть партнеры по городу, которым не страшно доверить машину, обработанную там 2-3-4 слой керамики, в которую вложим бюджетом под 50 тысяч рублей, как подошло было с данным автомобилем. Ну и в конце всех дел было сделано косметические работы, будь то чернение резины, пластика и так далее, с консервацией, последующей продуктом Гион Тайр. Ну чё? А чё, не едешь, а? Подожди, надо смотреть реакцию Бори. Слушай, весело или не весело? Так у Бори РС-3, а чё Бори? Нет, всё равно. Боря каждый день весело катается. Серёга, всегда реакция никакая, у Бори может быть что-то будет там улыбка на лице, не знаю. Так, чуть побыстрее. Чуть? Да. А если честно, для чего это делать вообще простым людям? Слушайте, парни, я сам до конца не понимал для чего это надо делать, теперь начинаем врубаться. Если вы хотите, чтобы тачка всё время блестела, радовала вас, цепляла взгляды женщин, она сохраняла свой первозданный вид, это обязательно надо делать, поскольку, ну, действительно, в больших городах реагенты, прочая нечисть, некачественные мойки, затёртость, это помогает сохранить вам в машине первозданный вид, а то и лучше. Будет блестеть, радовать, блядь, не день, даже в Питере, вон сегодня солнце ради этого, поэтому реально рекомендуем. Чего это нужно всё? Для того, чтобы машина проще мылась, меньше пачкалась, она будет гораздо дольше выглядеть красивой, ляльничкой просто, блестеть, она будет приковывать взгляды. У вас автомобиль был в гавне, это некрасиво. Красивая машина должна быть чистой, она будет вся чистая. Мойки будут в летнем периоде очень-очень минимальны, потому что машина не будет пачкаться. Вася, ты только посмотри, как булочка блестит. Там нифига не видно. Выехали с мойки, даже не сушили, ничего не прилипло.